Приветствую! Продолжаем следить за развитием событий вокруг ситуации, сложившейся в Самборском ТЦК и СП. Если вдруг вы этого не видели, то сообщаю вам, что там сотрудники ТЦК и СП с помощью пистолета, кулаков и обещаний закопать в лесу мотивировали человека к прохождению ВЛК. На сегодняшний день, благодаря общественному резонансу, благодаря тому, что эти видео попали в сеть, информация дошла до ДБР и ДБР уже открыло уголовное производство. И далее, вчера появилась информация о том, что замначальника ТЦК и водитель ТЦК и СП были задержаны. И вот сегодня уже появилась информация о том, что им сообщено подозрение. Ну и обрастает эта ситуация новыми подробностями. Вот давайте сейчас посмотрим, какими же. Информацию мы будем брать с вами из официального источника с сайта ДБР. И здесь мы видим, что вот ДБР сообщили пидозру. Далее, что они выяснили? Читаем. Мешканцы Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон и потрапить до Польши. Однако, их затримали прикордонники, склали протокол про порушение правил перетину державного кордону и отправили до військомата для постановки на військовый облак. Вот здесь у меня, правда, возникает сразу вопрос. А что вот это такое? До правилы до військомата для постановки на військовый облик? А разве у прикордонники есть такое полномочие? Мне кажется, что нет. И мне кажется, что ДБР следовало бы на это тоже как-то отреагировать. Потому что полномочий таких у ДПСУ, на мой взгляд, нет. И нет такого основания для доставки человека в ТЦК и СП, как поставить на воинский учет. Ну, да ладно, это уже мелочи в контексте всей сложившейся ситуации. Идем дальше. Что они пишут? У військоматі обоих человеков намагалися примусити добровольно пройти військово-лікарскую комиссию для подальшої мобілізації. На что они не погоджувалися? Одного из потерпелых утримували в примещении військомату 10 дней, а іншого 7. Ну, здесь, как говорится, без комментариев. Ну, дальше они их били. И в итоге, вот, 20-го выросня поведомили їм пропидозру. И пропидозру здесь по части 2-й 146 и части 2-й 127 Украины. И, в принципе, вроде бы все хорошо, все классно. Но, когда мы следим с вами за ситуацией постоянно, мы находим отличия. Отличия от вчерашней новости. Посмотрите, что здесь есть. Здесь вырешивалось питание поведомления им про підозру незаконному позбавлению воли, катуванни та перевищенню військово-службовою особою повноважей. И здесь была еще часть 5 статьи 426 Уголовного кодекса Украины. И, кстати, тем фактом, что вот эта статья исчезла, да, в итоге, ну, это не в смысле, что она была, а потом исчезла, да. Понятно, что здесь решался вопрос, и вот, может, поспешили об этом сообщить. Но, тем не менее, были планы по этой статье тоже дать им подозрение, но не дали. В чем здесь плюс для людей, которым вручили подозрение? Плюс в том, что минимальная санкция по этой статье 8 лет. 8 лет лишения свободы. А минимальная санкция по части 2 статьи 127 составляет уже 5 лет. Ну, а максимальная 10. А по 426 максимальная была 12 лет. То есть тот срок, который они сейчас могут получить, он уже уменьшился. Минимальный на 3 года, а максимальный на 2 года. Вернемся теперь к этой новости сегодняшней. И здесь мы видим, что также подали ходатайство о том, чтобы избрать меру пресечения содержания подстражей без возможности внесения залога. За дальнейшим развитием событий буду следить и стараться оперативно вас информировать об этом. И очень надеюсь, что и ДБР, и суд сработают именно так, как ожидает от них общество. И эти люди, которые избивали человека просто потому, что он не хотел проходить ВЛК, понесут то наказание, заслуженное, справедливое наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к этому видео. Ну а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.